Трехэтажный дом на трех хозяев расположился в микрорайоне Шнипешкис. Два года назад квартиру на первом этаже приобрела молодая женщина с детьми. И ни то характерами не сошлись, ни то по иным причинам, но между соседями уже два года идет непрекращающаяся война. А покой с тех пор, кажется, только снится абсолютно всем. Этот дом когда-то был одного хозяина, а сейчас в этом доме есть три квартиры, три хозяина. И здесь общая земля вокруг этого дома сейчас есть, которая принадлежит трем хозяинам. Проблема такая, что есть в первом этаже новые соседи, которые там, ну как новые, уже там два года новые. Как только купили, в первый день начались проблемы. Собственница квартиры на первом этаже, по словам нашего собеседника, блокирует автомобили соседей, заваливает горой снега двери гаража. Летом по собственной инициативе вырубила живое дерево, которое, как ей показалось, заграждает свет. Второй этаж занимает пожилой, одинокий мужчина. Он практически не выходит во двор в связи с тяжелой болезнью, но и ему покоя от женщины нет. Эту женщину характеризовать не так уж и легко, потому что она свои дела решает самостоятельно, не прислушавшись к нам, соседям. Такое ощущение, что весь дом ей принадлежит. Моя кровать стоит у стены, и тут начался страшный шум. Начали сверлить в эту стену. Я думаю, что тут случилось? Сосед сказал, что трубу устанавливают. Мне никак не удалось с ней поговорить на эту тему. Тут и другие проблемы есть с землей. Пользуется моей землей без разрешения. Даже не пришла, не спросила меня, можно ли. Последний эпизод – труба преткновения. И сейчас проблема, у которой мы стоим рядом, есть труба. Труба, которую начала строить соседка совсем без никаких документов, без никаких планов. Просто взяла и начала строить. Ни один сосед ничего не знал об этом. Это труба для камина, для буржуйки. И оттепляется дровами, углем или чем-то таким. Из нее идет нормальный дым, и дым может идти к соседу через окна, мне через окна. Мы пробовали связаться с хозяйкой квартиры на первом этаже, но дверь нам не открыли. Мы пытались связаться с ней по телефону, но, услышав, что звонят из телевидения, она мгновенно бросила трубку. Контакт поддержать и узнать мнение второй стороны так и не удалось. Но это история частная, в которой уже разбирается множество органов. Мы же заинтересовались другим вопросом. Что делать, если между соседями пропасть и точка невозврата давно пройдена? Как вести себя в рамках закона, чтобы конфликт был улажен цивилизованно? Неважно, в какой ситуации, в этой или сотне других подобных историй по всей стране. Житель, убежденный в том, что осуществляется незаконное строительство, должен обратиться в стройинспекцию. Можно писать письменное заявление, можно позвонить на горячую линию, а можно также заполнить форму на нашем портале. Реагируя на заявку, мы проверяем, построен ли объект на основании подтверждающих документов. Мы фиксируем объект на месте, если подтверждается факт нелегальной постройки, мы пишем акт о фиктивном строительстве. Подписав акт о незаконном построении, инспекция обязует собственника самостоятельно демонтировать, устранить объект в течение шести месяцев. Если собственник не прислушивается к государственному органу, стройинспекция имеет право поддать на него в суд. Тогда уже по решению суда объект сносится. Шесть месяцев на устранение ошибки довольно долгий период, но нам озвучили новинки. После Нового года вступит в силу новая редакция закона о территориальном планировании и присмотре. Согласно новому закону, срок обязательного устранения нелегальных построек сократится, потому что инспекция в случае невыполнения обязательства будет обращаться уже не в суд, а к приставам. Мы считаем, что сроки тогда значительно сократятся. Трубу для буржуйки, скорее всего, придется собственнице демонтировать. Но проблема-то остается – соседи не дружат. Полиция, кстати, к этому дому приезжала уже более четырех раз. То один вызовет, то другой. Что касается других нарушений, то специалисты советуют все тщательно фиксировать. Благо, камеры на мобильных телефонах уже есть у всех. И немедленно сообщать о самоуправстве. Правда, это в теории. На практике, рассказывал нам герой этой истории, различные ведомства реагируют достаточно прохладно. Возможно, всех нелепых ситуаций можно было бы избежать, если бы один из соседей, отбросив вражду и обиду к рождественским праздникам с ароматными пряниками, пришел бы к соседу на чай и мирно, душевно обговорил проблемы. Ирина Высокович, Игорь Конин, Первый Балтийский канал.